55 катков будет функционировать в Одинцовском округе в наступающем зимнем сезоне. В том числе три с искусственным льдом. В парке Раздолье такая площадка уже готова. В Малевиче откроется к 11 декабря, а в Патриоте к Новому году. На данный момент профильные службы активно обустраивают ледовые арены. Каток в поселке Барвиха готов уже на 40%. К 11 декабря работы здесь будут завершены. Еще необходимо 2-3 заливки. Интенсивные заливки, даже можно сказать 2 заливки и третья уже полировка. Доведение до абсолютного, можно сказать, качества данного катковка. Плюс мы еще здесь в конце наносим хоккейную разметку, для того, чтобы жители могли поиграть или устраивать здесь турниры по хоккею. На еженедельном совещании главы Одинцовского округа обсудили проделанные работы и сроки окончания обустройства катков. Один из главных объектов муниципалитета – стадион «Спартак» в Звенигороде. На данный момент там идет подготовка к заливке льда. К 11 декабря он также примет первых посетителей. Он будет работать ровно столько, сколько работает стадион. Это с 8 до 22. Будет работать освещение. Вход мы планируем сделать свободным, но за исключением только тех заявок, когда будут проходить какие-нибудь спортивные мероприятия либо собираться какие-нибудь коллективы. Но, безусловно, это все будет отражено в расписании, которое будет висеть на стенде при входе на стадион. Андрей Иванов дал поручение продумать на «Спартаке» систему проката коньков для удобства жителей. Поступило предложение на зимний период переквалифицировать раздевалки для футболистов в сервис проката «Спортинвентаря». Тогда через неделю вернемся к этому вопросу. Давайте посчитаем, сколько это в затратах, насколько пар необходимо иметь запас, так, чтобы жители могли спокойно прогуливаясь, просто по городу прийти, покататься, взять в прокат коньки, потом заняться своими делами или также дальше отдыхать в кафе или по центру города. На рабочей встрече обсудили еще один не менее важный вопрос – реконструкцию ледового дворца «Армада». Там уже обустроили новое парковочное пространство, асфальтовое покрытие и входную группу. Что касается ремонтных работ, мы ремонтируем раздевалки, мы сняли регупол, то есть покрытие, по которому ходят в коньках, постелили новое, мы заменили полностью все дверные проемы, все двери, заменили козырьки, заменили раковины, заменили кое-где умывальники, где был фаянс разбит, заменили потолок, добавили освещение. Также профильные заместители отчитались о готовности катков и хоккейных коробок во дворах и на придомовых территориях. Всего на балансе муниципальных бюджетных учреждений находится 37 ледовых полей. Из них один каток уже функционирует, еще на 11 идет подготовка к заливке. На сегодняшний день сформирована 21 бригада. В наших муниципальных бюджетных учреждениях общее количество – это 77 человек, 29 единиц техники зарезервированы для укатки и расчистки. По графику работ планировалось, что все катки во дворах должны быть готовы к 27 декабря. Однако глава округа отметил, что это слишком большой срок и сократил его на неделю. Так как конец года, время каникул и отпусков, и жители должны уже полноценно наслаждаться зимними видами спорта. Давайте сжиматься, 27 это поздновато. Думаю, что нам 15-е, край 20 декабря уже нужно со всеми работами закончить. Зачастую после 20-го уже и дети начинают на каникулы выходить, и у многих родителей, взрослых появляются предновогодние отпуска и свободное время. Как раз самое время, что называется, проводить время на улице. Режим работы на всех дворовых катках станет выстраиваться согласно закону о тишине. Кататься на ледовых аренах будет возможно с 8 утра и до 10 часов вечера. Полина Толмачева, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.